В Ульяновске почтили память воинов-афганцев. На площади 30-летия Победы прошла торжественная церемония с участием главы региона. 25 декабря 1979 года войска 40-й армии перешли государственную границу Афганистана. Так началась афганская война. Она стала самой длительной в истории СССР. 10 кровавых лет – так её называют участники. Подполковник запаса Алексей Кушманцев пришёл почтить память боевых товарищей. Я лично служил на границе, в том же округе, это Краснознамённый, Среднеазиатский пограничный округ. И также служил на таджико-афганской границе. И поэтому многие мои товарищи воевали в Афганистане. И с нашей родины, с нашей Ульяновской области, три пограничника не вернулись с той войны. На мероприятии традиционно провели минуту молчания. К монументу возложили цветы. Областное отделение общественной организации ветеранов войск, спецназначение РОСА и ветераны локальных войн также посетили матерей, чьи сыновья не вернулись из горячих точек. Поздравляем мам наших погибших друзей с наступающим Новым годом. У нас шесть экипажей, которые поедут по городу развозить в субботу. Это непосредственно город Ульянов-Чердаклы и воскресенье – это Ульяновская область. Благородную идею поддержали ульяновские представители бизнеса. В преддверии новоступающих праздников хочу поздравить женщин, матерей с праздником и пожелать им здоровья, счастья. И помнить, что наши дети всегда присутствуют с нами, и они радуются за нас. Поэтому матери, спасибо вам большое за это. Маргарита Лазарева потеряла сына в 2005 году. Он погиб во Владикавказе. Маргарита Григорьевна тепло встретила гостей. Такие мальчишки погибли. Ну уж не мальчишки были, ему было 27 лет. Вот звание. Он был старшим лейтенантом, но должность у него была капитана. Он командир роты был. Женщинам оказали помощь в рамках акции «Взаимопомощи. Мы вместе». Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Улправда.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова